МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Кирюш, спасибо. Спасибо за поздравление. Коля передам. Да нет, пока не приехал. Задерживается. Ну, не знаю. Наверное, за цветами поехал. Все-таки пятнадцатилетие свадьбы. Не можешь мне без букета оставить? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так лучше. У тебя такие нежные руки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот, повыше немножко, вот здесь, повыше. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да-да-да, ты скукаешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я говорю по-русски. Очень приятно. Как долетели? Долетел отлично. Правда, вот приземлились со второго захода, но Москва — ветреный город. Он только притворяется импортным. На самом деле наш. Петя из Рязани. Прошел. Здрасте. Добрый вечер. О-о-о! Ух ты! Пахнет-то как! Ты волшебница! Откуда ты узнала, что у нас тут пыль? Гоша! Ты сидишь с нами? Да нет. Мне еще надо на тетради проверить. И скорее всего я сегодня вечером на дачу. Цветы надо полить. Так что отдыхайте. Кира, привет. Это Костя. Алло. Пропадаешь ты куда-то? Алло. А, Оль. Кира, слушай, у меня просьба к тебе. Можно у тебя переночевать? Да ничего не случилось. Просто надо побыть одному. Мне к тебе занесло-то в Сочи. Фестиваль. Замечательно. А мне чего делать? Куда мне податься-то? Так. Дача. Дача это очень хорошо. Дача подходит. С Розой вместе с ними? Слушай, ну, давай. Давай, диктуй адрес. Сейчас, сейчас запишу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Эй! Что вы тут делаете? И... ключ еще. Какой ключ? Запасной. Я сейчас соседей позову. Не надо никаких соседей. О! Я уже все нашел. А ты чего здесь делаешь? А я тебя знаю. Ты... Ты Роза. Костя? Ты извини меня, пожалуйста. Я Кире позвонил. Ну, просил ее, чтобы она меня... Чтобы у нее здесь переночевать. Она разрешила. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да ничего страшного. Это в духе моей сумасшедшей подружки. Позвать на дачу бывшего мужа и не предупредить. Так. А ты изменилась? Я помню, ты такая прям рыжая вся была. А сейчас такая... Лада всплыла. Значит так. Не курите. Я не курю. Не шумейте. Я надеюсь, мне не нужно ничего опасаться. В каком смысле? Ну, я надеюсь, у тебя не появится в отношении меня никаких мыслей. А... А... Нет, нет, ты что, я все нормально. Спокойной ночи. Я надеюсь, у тебя не появится в отношении меня никаких мыслей. Надеюсь, у тебя не появится в отношении меня никаких мыслей. Кому ты нужна, кроме собственного мужа? Да. Так. А что ты тут устроил? Мне кажется, просила не шуметь. Хотела просто чайник поставить. У меня горло пересохло. Здесь все… В этом не скипятишь. Он перегорел давно. Купить руки не доходят, а выбрасывать жалко. Сейчас все уберу. Спасибо тебе, добрая женщина. Извини, что я так много достал тебе неудобств. Да ладно. Все равно спас расхотелось. Ну, давай, рассказывай, как ты докатился до жизни такой. Кира, кстати, молодец. Могла бы и предупредить. Пригласила, а мне ничего не сказала. Да она забеглась. Ты же знаешь, какая у нее жизнь. Встреча и обсуждения. Война с этим Гантелевым. С Гиреевым. Ну, да, в общем, с этим критиком. Как вам? Ну, и Ивана ты давно видел? Недавно. Вырос так и вытянулся. Худой такой. Несмотря на то, что одиннадцать лет. Двенадцать. Ну, да. Скоро двенадцать. Да. Скоро двенадцать. Кира говорит, у него девушка есть. А ты сам жениться не собираешься? Ясно. Ну, а с работы что, самолеты проектируешь? Ну, ты же, кажется, Мэй учился, когда на Кире был жена. Я розы самолеты не проектирую. Я работаю в конторе, которая их моет. А ты же, кажется, мечтал их строить. Рызнь изменилась. Сделали предложение. Не смог оказаться. Ну, а здесь ты как оказался в таком виде? В таком расписном виде. Что-то случилось? Да ничего не случилось. Зашел в бар и начал выпивать. Как говорится, снял с ручника, и понеслось. Все нормально. Подожди, а ты почему здесь? Это же Кирина удача. А мы ее на две семьи сняли. Подожди, а ты почему одна без мужа? Ты же вроде бы замужем. Замужем. На работе задержался. Замужем. А он у тебя чем занимается? Он адвокат. Работы много. Всех он защищает, всем он помогает, всем сочувствует. Так. Ну, а ты? А что я? Я, как обычно, ученики, школа. Тетрадки. Такие сумасшедшие дни. Ну, это же двое. Тебе дети всегда нравились? Ну, да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прости меня, пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Торзок Дмитрий Торзок Дмитрий Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Торзок Дмитрий Торзок Аккуратен, он этого не перенесет. Ну и потом. Он же такой лапочка. Он как узнал, что я приболела. Он со мной весь вечер просидел, он меня чаем отпаивал, он мне рассказывал про физиогномику и даже показывал, как можно по чертам лица определить происхождение. Слушай, а я даже не знала, что ты у меня такой от Элла. Ну, лезь. Ну, ходи за меня замуж. Ну, что, долго простоят? Ну, недели две точно. Ну, да, как же. Два дня, дай бог. Вы ж гарантий никаких не даете, а сказать-то можно все, что угодно. Два дня. Быстро завянут, у вас будут большие неприятности. Два дня. Да. Открываю. Валь, собирайся. Ну, мам, я еще не доделала. Ну, бабушке доделаешь. Привет, красавица. Ну, с такими волосами. Все мальчики твои будут. Вот и я говорю. А она хочет подстричься. Даже не вздумать, поняла? Валь, а ты почему с дядей Колей не здороваешься? Здрасьте. Здрасьте. Иди. Тебя бабушка ждет. Моей не фертите. Спасибо, мой фараон. Неволин, смотри, какое забавное, а. Да ничего красивого. Только для мелодрамы, для кино. А для ЗАГСа это как-то слишком… Ты знаешь, мне тут работу предлагают в КБ Соболева. Ты же знаешь, я давно мечтаю проектировать самолеты. Ты опять с этой идеей, а? Ну, мы же собираемся пожениться. Надо как-то налаживать быт. Хотели квартиру побольше купить. Не, ну, ты же сам говорил, что мечтаешь о кабинете. Мечтаю. Мечтаю. А помнишь, как мы с тобой на Максе познакомились? Еще. Папа вел переговоры. Я скучала. И тут появляешься ты. Такой смешной, потлатый. Предлагаешь посвятить мне самолет. А ты, похоже, думал, что неотразим. Эдакий сердцеед-романтик. Ну, да. Я тогда действительно был смешным. Да, сумасшедший. Просто носился с этой идеей построить новый самолет, проектировать лайнеры. А теперь я кто? Мойщик самолетов. Неволен. Да никакой ты не мойщик. Не, ну, в самом деле, что ты, со шлангом, что ли, стоишь? Ты работаешь в перспективной фирме, которая занимается мытьем самолетов. Ты не просто работаешь, ты правая рука владельца. Ну, правда. Ты в любой момент успеешь поменять работу. Ну, я сначала поженись, слетаю в своем путешествии, а потом подумаю. Ну? Да, Кира. Что случилось? Кира, у меня были планы на день. Давай ты его сама заберешь. Слушай, хорошо, я его привезу. Пока. Ну, а что я могу сделать? Что? Вообще-то мы собирались провести выходные вдвоем. Собирались. А давай поедем выбирать платье втроем. Ты, я и Иван. Как тебе такая идея? А туфли мы тоже посмотрим? Ну, конечно. Ты знаешь, что ты очень красивый. У тебя глаза потрясающего цвета. Ты мне льстишь. Это у тебя потрясающие глаза. Как в египетской царице. А… Какого цвета глаза у твоей жены? Серые. Нашла время разговаривать про глаза моей жены. Прости. Я же должна знать, с кем мне приходится делить своего мужчину. Ты ее любишь? Да, очень. Ну, а что за дурацкая манера? Сначала задавать глупые вопросы, а потом обижаться на ответ. Она замечательный человек. И очень хороший друг. Опять? Ты очень хороший вариант. Светлова помнишь? Он сейчас директор радиостанции. Ему нужен помощник. Очень хорошая работа. Правда? Мне нравится моя работа. Тоже мне работа. С пассажирами кокетничать. Я вообще не знаю, что ты там делаешь на своих эстафетных рейсах. А ты все-таки ревнуешь. Мы же с тобой договорились. Ты уходишь от Розы. А я бросаю работу и буду только твоей. Угу. Ну, ты же знаешь, не могу я ее бросить. Не могу. Мы пятнадцать лет вместе. А она без меня пропадет. А я с тобой. Пропаду. Зачем тебе это надо? Жив один, никто не мешает. Нет. Ну, одному, конечно, хорошо. Ну, год-два. А потом от этого хорошо вообще вытекнуть, что и на стенку плести. А чем тебе Лизу нравится? Она же хорошая. Ну, добрая, надежная. Ты когда на маме женился, тоже говорил, что она добрая, надежная. Так я и сейчас так считаю. Просто, ну, не получилось у нас жить под одной крышей. Да вы и прожили-то год с кепкой. С этой вот и то дольше. Ты давай на Лизу бочку не коти. Она никакого отношения к нашим проблемам с твоей мамой вообще не имеет. Вообще, я взрослый человек. Я имею право на личную жизнь и на капельку уважения. Ну, как? Ух ты. Да. Ты, ты самая красивая невеста в мире. Ну, правда. Вань, ну, скажи. Что ты говоришь? Мне кажется, оно тебя полнит. Хотя, тут, наверное, платье ни при чем. Давай, иди в машину и жди меня там. Давай. Иди, давай. Иди, я сказал. Давай, давай, давай. Слушай, ну, не обижайся. Ну, чего ты? Ну, ну, эй. Ну, мальчишка. У него нет у него чувства юмора. Давай, я его быстренько отвезу. Ты поезжай домой, а я к тебе приеду. Я пойду с тобой. Зачем? Опять зацепить? Чего ты глупости говоришь? И то он ко мне цепляется. Я, между прочим, к нему совершенно нормально отношусь. И потом, нравится это твоему сыну, не нравится. Я все равно скоро стану твоей женой. Ему так и так придется со мной общаться. Зачем тебе туда ехать? Ну, давай, я его быстренько отвезу, и я вернусь к тебе. А я обожаю кататься. Я посижу в машине. Слушай, я не пойму, ты что, боишься, что меня твоя бывшая увидит? И, может, ты меня стесняешься? Лиза, вы ешьте салат? Это наш фирменный, по бабушкиным рецептам. Это первое, что я научилась готовить. Мне мама Костя подсказала. Кстати, Костя его очень любит. Да Костя в еде вообще не особо привередлив. Очень странно. А раньше всегда копался в тарелке. Может быть, это сказались годы полостяцкой жизни? А чем вы занимаетесь ездом? Я вообще фрилансер. Пишу всякие заметки о моде, о современных течениях. Роза, ты прости, что мы так вторглись к тебе. Все хорошо. Ты иди, тебя хватится. Да не хватится. Они там пытаются переговорить друг друга. Роза, я сказать хотел… Ничего не говори. Считай, что ничего не было. У меня не получается не думать о тебе. И вот вы все говорите. Запад, европейское воспитание, европейское кино. И Гиреев тоже. Знаете, критик у нас такой есть? Кинокритик, известно. Так вот он все тоже кланится за тобой. Как будто у нас с него Эйзенштейн, Рома, Тарковского. Как будто мы сами не знаем, какое кино нам снимать. Ты успокоишься тогда? Тетя Роз, так она никогда не успокаивается. А ты не влезай, когда взрослые разговаривают. И хватит кусочничать. Положи, сядь, поешь. Он тоже взял моду. Ты стал совершенно неуправляемый, Иван. О чем я говорила? О Западе. Я знаю насчет фильмов, но вещи они делать умеют. Так, девочки, хватит о высоком. Давайте о шашлыках. Я не знаю, но мне кажется, что они травят нас идеологией. О, да у вас тут целый банкет. Ну, Коля, ты как раз вовремя. Нам Костя такие шашлыки пожарил. Садись, надо тарелку принять. Николай, Константин, это моя невеста Лиза. Здрасте. Кира. Привет. Ну, что будем пить? Вы говорите, что давно живете с моим мужем, но это просто физически невозможно. Почему? Вы сомневаетесь в способностях вашего мужа? Я не об этом. Просто Коля всегда занят. У него постоянно симпозиумы, командировки. А вечером он всегда дома. Поражаюсь женской близорукости. Перечислить вам все его командировки. Зачем вы мне все это говорите? У нас хорошая семья. Роза, я вас умоляю, у вас даже нет детей. Какая может быть семья? А мы с Коленькой любим друг друга. А вас он жалеет. Честно говоря, такому мужчине, как Коленька, нужна женщина яркая. Как вы. Но домработница ему точно не нужна. Я не домработница. Да. Вы иногда преподаете. Коленьке с вами не интересно. Помните, в феврале он ездил на переговоры? Я ездила с ним. Посмотрите. Это мы в Италии. Тогда он вам сказал, что ездил на симпозиум. Хотите посмотреть? Там есть фотографии из Испании, Англии. Туда мы ездили с Валей. Какой Валей? Валя – это моя дочь. Коленька очень сильно привязался к ней. Роза, милая, не мешайте нашему счастью. Отпустите его. Привет. Привет. Ты куда-то собралась? Да, я ухожу. Куда? Никуда от себя ухожу. А по-человечески объяснить можно? Что происходит? Да ничего не происходит. Приходила Марина. Какая Марина? Ты знаешь, какая? Будешь отрицать? Нет, не буду. Розик, ну, прости меня. Я, наверное, не прав. Вы понимаешь, я так много работаю. Я ничего не хочу понимать. Я все исправлю. Это просто увлечение. Увлечение? Ты все это время жил с ней за моей спиной. Она показала фото. Как ты мог, Коля? Я полжизни потратила на твой комфорт. Я варила тебе супы, стирала твои дорогие рубашки. Я вообще забыла о себе, лишь бы тебе было хорошо. Знаешь что, я тоже не сидел все эти годы, а вколол как волк, в конце концов. Знаешь, что стоят все эти склоки в судах? Ну, хорошо, я оступился, да. Мама, ну, ты можешь дать мне еще один шанс? Нет. Я тебе ничего не должна. Ты, наверное, забыл, как мы жили после свадьбы, мы еле концы с концами сводили. И все это время, между прочим, я была рядом. Хотя, могла бы. Я была симпатичная и красивая. Ты, наверное, этого уже не помнишь. А теперь ты красивый, успешный. А я жалкая домохозяйка. Ты всех защищаешь, Коля. Кто меня-то защитит? Ну, от чего? Тебя-то от чего защищать? От одиночества. И от твоего чудовищного равнодушия. Рози, это неравнодушие. Ну, я не пойми, мне просто иногда нужно спрятаться, уйти в какой-то другой мир. Ты свободен, поэтому можешь уходить теперь туда навсегда. Что мне сделать? Ну, прости ты меня, что мне еще сделать? Да, ты всегда была мне самым верным другом. Вот именно. Я тебе была всегда верным другом. Верным другом, уборщицей, личным секретарем, кем угодно, только нелюбимым. Ты настолько забыл, что я женщина, Коля, что я сама начала об этом забывать. Рози. Так, ну, с Арафлотом все понятно, а вот с Сибири может быть интересно. Нужно договариваться. Ты передавай дело Сергею, он твоим толковым, думаю, разберется. Вы знаете, я сам этим займусь. Не понял. Ты же последнюю неделю работаешь. Ну, я как раз хотел сказать, что я передумал уходить. Как передумал? Ты же мечтал строить самолеты. Ну, я тут подумал, что мы с Лизой собираемся пожениться, завести детей. Нет, мечта это, конечно, хорошо, но сейчас не время. Костя, а когда будет время? Когда на пенсию выйдешь? И потом, мне кажется, это не ты подумал, а Лиза. Ведь это ее слова, верно? Алексей Иванович, я уже все обдумал, я пойду. Так сядь. Сядь. Ты думаешь, почему я тебя взял к себе? Потому что ты парень моя Лиза? Да, если бы я всех ее ухажера убрал сюда, я бы давно разорился, Костя. Я взял тебя, потому что ты такой же, как я, только двадцатилетней давности. Я ведь тоже мечтал строить самолеты. Не сложилось. Сначала большой конкурс, а потом, потом вообще все развалилось. Копеечные зарплаты в НИИ. И Лизина мама мне, она, она меня убедила, что синица в руке лучше, чем журавль в небе. Ну, может быть, она и права. У вас солидная фирма, да и сфера деятельности та же. Да. Но я-то до сих пор жалею, что не попробовал. Костя, я знаю свою Лизу. Я люблю ее. И я волнуюсь, будешь ли ты ее любить лет через десять, когда поймешь, что из-за нее ты похоронил свою мечту. КОНЕЦ Мам, можно я в тебе пойду? Лучше вон посуду помой. Совсем обленилась. Чего ты второй день такая? Какая? Такая. Может, объяснишь? Что именно тебе непонятно? Да, собственно, ничего не понятно. Чего ты хотела добиться? Какое право ты имела лезть в мою жизнь? Какие у меня вообще есть права? Ты держишь меня, как любимую игрушку. Неужели ты не понимаешь, чего я действительно хочу? Здравствуйте, Коля. Валь, ты, кажется, к Юле хотела сходить. Милая моя, мы тысячу раз это все уже обсуждали. К чему мы пришли? Ты вещь не твердишь, что тебе жалко твою жену. А кто пожалеет меня? Ты ревнуешь меня, не отпускаешь меня ей на шаг. Сколько лет мне тебя ждать? Пять? Десять? Пятнадцать? У вас, у вас, конечно, цвет был жидковатый. И, понимаете, потом этот неприятный такой оттенок. Нет, я ничего радикального не менял. Просто, просто добавил немножко цвета, добавил объема. Вот. Вот славненько, по-моему, получилось, да? Теперь я вам расскажу, как правильно укладывать. Смотрите, значит, на влажные волосы каким-нибудь жидким кондиционером побрызгали, руками все это вмассировали. Да, да, Лиз, я все прекрасно помню. К семи часам я за костюмом. Ну, то есть, к семи я в типографию за приглашениями, да. А к восьми за костюмом, да. Да, 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 я все прекрасно помню. Целую, пока. Да, да, да. Да, да. Слушай, я не знаю, согласится ли… Ты знаешь, мои друзья, они ищут репетитора для своего ребенка по-английскому. Но я вспомнил про Розу. Дай, пожалуйста, ей телефон. Секунду. Здравствуй. Здравствуй. Ты очень красивая. Ты что, люди смотрят? Пусть смотрят. Ты ей что-то хотел сказать? Да. Да, я… Я придумал крылья. Ты понимаешь, я придумал новые крылья. Да, но крылья придуманы давно. Нет-нет-нет, это мои крылья. Это, это крылья моего будущего самолета. Красивые. А почему они в обратную сторону? У них обратная стреловидность и они оптимизируют распределение давления. Ну, на самом деле, это просто, но долго объяснять. Я бы выпила кофе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, видишь, у тебя хорошо получается. Ну, не так сложно. Как и танцевать? Ты любишь танцевать? Да? Ну, так я и тебя научу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы будем жалеть об этом, да? Нет. У тебя есть невеста. А у тебя муж. У меня муж. И еще я тебя старше. У года на два, да? У-у-у. На пять. У-у-у. На пять. У-у-у. У-у-у. У меня такая красивая. У-у-у. 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 У-у. У-у-у. У-у-у. У-у. У-у-у. У-у-у. У-у. После такого. После какого. Так. Роза, хватит маскироваться, я все знаю. Кира, так ты что знаешь про меня? Да. Откуда? Он сам рассказал, позвонил и выкладывает. Да еще плачет. Такого наворотил. Я вообще считаю, что ты должна была мне сразу все рассказать. Ты что считаешь, что я должна была защищать этого негодяя? Почему же он негодяй? Потому что по глазам видно, что он ни одной юбки не пропустит. Да ты что, это правда? Конечно. Конечно. Так ты на меня не злишься? Ну, а почему я должна на тебя злиться? Господи, ты у меня что, родственник? Да я этого кобеля видеть не хочу. Бедная, да как же ты жила-то с ним? С кем? С Костей. С Костей? С каким Костей? С неволиной. Неволиной? А причем тот неволин? Ну, ты сама сказала, что он ни одной юбки не пропустит. Кто? Неволин. Господи, да я про вас, про вас с Николаем. При чем тут неволин? Я не понимаю. Кира. Спасибо тебе. Мне так нужна была твоя поддержка. Да, а что это? Да это кошки, наверное. Неволин-то ангел во плоти. Он такой педанк, он когда из дома уходил, обратно сразу же бежал. Ребяточки, как у вас дела? Все хорошо? Вечно? Ура! Так, мы через пятнадцать секунд начинаем. Сейчас начнется перформанс. Солушка, мне очень неудобно. Я до сих пор не знаю, что такое перформанс. Боже мой, я выхожу замуж за дикаря. Слушай меня внимательно. Перформанс – это художественное действие, в котором исполнитель использует свое тело, что… Подожди, подожди. Куракин что, собирается стриптиз танцевать, что-то? Иволин, ты просто не подражаешь. Рассвет. Бессонница, ты победила. Ты до утра меня водила по коридорам темным и пустым. Бессонница, открой мне дверь. Завоет дверь, сверь. Рассвета чуя неизбежность. Мешность. Люся Чигис, очень талантливая художница. Слушай, а чего они там ползают? Рисуют чудо. Она вообще кого изображает? Зверь, который предчувствует неизбежность рассвета или непосредственно бессонницу. Найди разгадку. Разгадку ты найди, о человек. Найди вопрос и подбери ответ. Я наравне со всеми готов тебя слушать от ревности сухими губами. Урожать. Чудесно. Правда? Все-таки Роберт – это гений. Тебе нравится? Ничего. Только я не понял, а при чем здесь Мандельштам? Какой Мандельштам? Какой? Осип Емельевич. Ну, российский, ну, советский поэт. Это же он написал. Я наравне с другими хочу тебя слушать. Ну, не знаю. Значит, у ребят такой замысел был. Чего ты прям тебе не угодишь? Дикарь настоящий. Это твой Куракин – плагиатор. Музыка. Лет, ну, ты признайся, что просто ничего не понимаешь в искусстве. Лет, ну, ты признайся, что просто ничего не понимаешь в искусстве. Признаю. Но твой Куракин все равно плагиатор. Ну, взял бы он что попроще, а то замахнулся на Мандельштама. Ну, ты пойми, что Мандельштам — это форма, а Куракин как раз это содержание. А, вот так, да. Ну, это как раз тот единственный случай, когда форма интереснее содержания. Ну, ты настоящий дикарь. Не утолеет слово мне пересохших уст. Без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Господи, как же поздно ты мне сделал предложение. Сейчас к музе сплошные платья-колокольчики, а мне такие, ну, совершенно не идут. Хотя, ты знаешь, я придумала. А что, если заказать не платье, а брючный костюм, а отделку к нему из органзы, еще шляпку? Да, пожалуй. Лиза. Мил. Я сволочь, я скотина. Мне нет прощения. Да ладно, Неволин, я тебя уже простила. Лиза, я не могу на тебя жениться. Ты чего? Эй, ты обидится, что я тебя дикарем назвала? Ну, я ж пошутила. У тебя есть кто-то? У тебя есть кто-то? Да вообще не в этом дело и не об этом речи. Подожди, а как же наша свадьба? Лиза, я не смогу сделать тебя счастливой. Ты понимаешь, мы разные, мы не подходим друг другу. Ты такая блестящая, яркая, тебе хочется поблистать, потусоваться. А я думаю, я семья, я хочу детей. Ты же никогда не хотел детей. Кстати, я не предлагаю, я захочу. Нет, Лиза, все. Понимаешь, это как наваждение какое-то. Я… Я о ней все время думаю, я… Я ее люблю. Я ее люблю. Роза. Костя. Костя. А я тебя жду. А я от невесты ушел. Я тоже от мужа ушел. Подожди, а почему ты мне ничего не сказала? Потому что не хотела портить тебе жизнь. Потому что не хотела портить тебе жизнь. СМЕХ Я не могу, чтобы тебе жить. Я не могу... Я не могу. Так, я иду. Так, так. Смотрите продолжение в следующей серии. Красиво? Знаешь, я тут обнаружил? У меня нет друзей. О! Можешь себе представить? Я человек, который всю жизнь защищал людей. А у меня, оказывается, нет друзей. Совсем. Вот ты, к примеру, ты мне друг? Правильно. Не друг. А где мои друзья? Вот, к примеру, Розита. Она мне тоже теперь не друг. Помнишь Розиту, Гоша? А она мне больше не друг. Ну-ка. Что ты, к примеру, на это скажешь? Скажу, что вы, Николай Сергеевич, большой человек. Что же это, если большой человек, а где же тогда мои друзья-то? Ну, у меня тоже, к примеру, нет друзей. Ну, зато у вас блестящая голова, и вы обязательно что-нибудь придумайте, чтобы вернуть эту прозу Виталию. Верну. А что? Ну-ка, иди подожди меня в машине минут двадцать. Все. Погуляли, пора домой. Все. Розя, собирайся. Где твои вещи? Поехали домой. Хватит чудить. Я никуда не поеду. Почему? Потому что не хочу. А что ты хочешь? Чтоб я валялся у тебя в ногах и вымаливал прощение? Нет. Тогда чего? Я ничего не хочу. Ты лучше уезжай. Ну да, я виноват. Розя, я оступился. Ну, ты взрослая и умная женщина. Ты должна меня простить. Я тебе прощаю, но я к тебе не вернусь. Я люблю тебя. Мы с тобой пятнадцать лет прожили вместе. Ну, что, вот так все и порушить? Ну, да, у меня был роман, но все это в прошлом. Хватит уже, правда, прости меня и поехали домой. Ты мне нужна. Коля, я подала на развод. Да какой развод? Ну, ты что, дурочка, что ли? Я же адвокат. Я оставлю тебя без денег и без квартиры. Тем более, что я ее заработал своим трудом. А я разве у тебя что-нибудь прошу? Чего ты так меня ненавидишь? Ох, я дурак. Какой же я дурак, что так тебя не ценил. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Ну, что мне еще сделать? Ну, хочешь ребенка? Ну, хочешь, наймем суррогатную мать, она родит тебе ребенка. Кого ты хочешь? Мальчика? Девочку? Кого? У тебя кто-то есть? Кто он? Я его знаю? Какая разница? Большая! Ты моя жена! Я хочу знать, кто спит с моей женой! Слушай, Коль, давай не будем об этом. Тебе ли меня упрекать? У меня это была маленькая интрижка, которую я прошла и закончила. А ты открыто с кем-то сожительствуешь! Ненавижу! Ведешь себя как шлюха! Хотела мне отомстить? У тебя получилось. Ведет взбив. Я пришел. Я пошел, я пошел. Я пошел, я пошел, я пошел. Я пошел, я пошел. Это было... Это было, мы шелом! Я пошел. Эта была, мы, в нем... Желом, я пошел! Я пошел, давай! Ох, стерва, стерва! Как это могло, твой! Спокойно. Где я видел этот пиджак? Он висел на стуле, когда я приезжал сюда последний раз. Еще был в гостях этот Костя, бывший Киркин муж. Вот тварь! Это она с ним спуталась еще, еще до Марины. Агатина. Вот найти бы его до... Спокойно. Нет, кулаками дело не поможешь. Хотя найти, конечно, можно, и что я ему скажу? А? Что делать в такой ситуации? Денег дать? Ты гений. Дам-ка я ему денег. А если не возьмет, если он принципиальный, так это еще проще. Принципиальных надо на жалость брать. Все, поехали. Куда едем? Домой? К Марине. Мне нужно с ней поговорить. Валя! Собирайся к бабушке. Сейчас дядя Коля придет. Мам, можно я с вами посижу? Вот, женится на мне дядя Коля, тогда и посидишь. Собирайся. Та–да. Та–да– Котик, что-то случилось? Да, случилось. Роза подала на развод. Ну, это же хорошо, котик. Мало того. Она завела себе любовника. Печет-то как? Как бы язва не открылась. Пил? А зачем ты пил? Даже знаешь, что тебе нельзя. Господи, Марина, я не для того пришел, чтоб ты учила меня жизни. Ты слышишь, что я говорю? В розы кто-то появился. Ну, и что? Я не понимаю, почему это тебя так раздражает? Потому что она моя жена. Какие же вы мужики все предсказуемые. Ведь если бы она умоляла тебя вернуться, ты бы и в сторону ее не посмотрел. Но она первая решила подать на развод. И это тебя взбесило. Послушай, ты внушил себе, что любишь свою розу и Мозу только после того, как она первая решила подать на развод. На самом деле она тебе не нужна. Неправда. Я всегда ее любил. А я? Кто для тебя я? Да перестань ты. Это ты во всем виновата. Из-за тебя моя семья разрушилась. Это все ты сам. Ты сам теряешь своих близких, потому что никого на свете не любишь. Неправда. Я люблю людей. Я их защищаю. Знаешь, скольким людям я помог? Котик, ты не из-за любви помогаешь. Ты же нарцисс. Ты настолько ошалел от собственного образа, что никого вокруг не видишь. Ты готов защищать всех. Кроме своих близких. Я вот одного не понимаю. Я уважаемый человек. Меня знает полстраны. В конце концов, я самостоятельный, обеспеченный мужчина. Какого дьявола меня поучает какая-то стюардесса? Ты самостоятельный мужчина? Такого ты обманываешь? Ты мальчик. Которого сверстники не взяли играть в казаки-разбойники. И поэтому ты полон желчи. Да, ты подрос, у тебя дорогой костюм, крутая тачка. Но ты как был мальчиком из советского прошлого, так и остался. И Роза твоя к тебе не вернется. Потому что ты не умеешь любить. А женщину надо любить. И говорить ей об этом. Иначе она перестанет быть женщиной или уйдет к другому. Твоя Роза прошла и ту, и другую стадию. Она сначала перестала быть женщиной, потом шла к другому. За что кстати? Я ее зауважала. Надеюсь, Ела. Новый мужчина будет гораздо лучше тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам, дядя Коля уже ушел? Ушел. И больше не вернется. Никогда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, принцесса? Ты еще не передумала подстригаться? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, в общих чертах сохранить особенности аэродинамической компонувки и взаимного расположения основных агрегатов. Да, вот и крыла мы не меняем. Так, меняем головную часть фюзеляжа, усиливаем крыло. Редикальное переднее, но без подблочной гребни. Так, теперь мы только заборники. Главное, говорит, что он уничтожает конструкцию. Тут надо подумать, надо подумать. Да. Кто? А, да, Николай, да, помню, на даче у Розы и Киры. Я слушаю. Да нет, а в чем дело? О чем? Ну, хорошо. Понимаете, Костя, мы прожили с Розой пятнадцать лет. Да, Роза говорил. Возможно, у нас не все было гладко, но называть наш брак неудачным я бы не стал. Я вам сейчас скажу одну глупость, но вы меня поймете. Вы готовы прожить с ней всю жизнь? Я готов. Вы уверены? А вдруг вы ошибаетесь? Вы же уже были женаты на Кире и ее подруге? Вы, когда оформляли с ней брак, тоже, наверное, думали, что это навсегда, на всю жизнь? Да, конечно. Ну, вот, видите, а я прожил с ней пятнадцать лет и готов прожить еще в два раза больше. Вы вот сколько вместе? Полгода? Год? Полтора месяца. Ну, это же не срок. Вообще, главное, мне кажется, чтобы она не разочаровалась во мне, а я этого не допущу. У нас будет семья, мы родим детей, будем их любить и будем их воспитывать. Так вы хотите детей? Да. Тогда у вас проблема. Роза не может иметь детей. Она не рассказывала, сколько сил и средств мы потратили на то, чтобы ее вылечить. Да, конечно, она мне все рассказала. Ну, мы возьмем приемных детей. Костя, вы должны понять, вы с ней просто прохожие. Вы случайно встретились и случайно разойдетесь. А мы прожили с ней пятнадцать лет. Но если у вас есть силы, оставьте вы ее. Хорошо, я подумаю над вашими словами. Спасибо. Благодарю вас. Пельмени тебе приготовили на целый месяц. А теперь голодать не будешь. Ну, ты все-таки не задерживайся. И так бросаешь меня на целую неделю за свои стажировки. Слушка, ну, не рви ты мне сердце. Ну, ты же знаешь, я не хочу никуда уезжать. Хочешь, я никуда не поеду. Хочу. Ну, все, я никуда не верю. Ну, ты поезжай. Ну, что еще? Ешь давай. Я очень тебя люблю. Никого никогда так не любил. Будь моей женой. Неволен, ты мне что, предложение делаешь? Да. Но ты хорошенько подумай, сможешь ли ты со мной прожить всю жизнь. Готова. Подожди, подожди. Ты подумай хорошенько. Я же не подарок. Да? А что в тебе не так? Ну, во-первых, я был женат на твоей подруге. Ну, и что? Вздорный характер через постельные передается. Ну, тебя не смущает разговор о том, что жил с одной, потом не получилось, перешел на ее подругу? Меня не смущает. Это все, что тебя тревожит? Я не богат. Я теперь простой рядовой инженер. А мне сорок лет в обед. Что случилось? В общем, если ты надумаешь вернуться к своему мужу, я пойму и не обижусь. Подожди, ты что, говорил с Николаем? Неволина, я пятнадцать лет была замужем за правозащитником, который не изменял. Мне врали так искусно, что твое вранье – это детский лепет. Ты говорил с ним? Да. И что он сказал? Сказал, что со мной ты не будешь счастлива. Все? Ну, так, в общем, чертах. А еще он сказал, что я не могу иметь детей, да? Ну, да, он что-то такое говорил, я не придал ему значения. Ну, ты же знаешь, у меня есть Ванька, он, мне его вот так хватает, я и с ним-то не справляюсь. Нет, я пробовал быть отцом, но пока не получается. Послушай, я очень тебя люблю. Ты мне нужна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рыба. Рыба, рыба. К чему это? Вот. Так, у меня где-то Соня был. Так. Рыба. Вот. Если женщина видит во сне рыбу, то это символизирует ей о том, что у нее будет ребенок. Субтитры создавал DimaTorzok Не может быть. До свидания. Четыре недели. Ну, когда же это? О, Гоша, залетали. Доброе утро. Там кофе на плите, бутерброды в холодильнике. Тут вам газета и письмо какое-то. Че, это из суда? Поделал Тюрина? Нет, ребят. Тюрина я вам не отдам. Девица в суд. Развод. Тварь. Как она могла? А этот, я подумаю над вашим предложением. Николай Сергеевич. Переходим к плану Б. Ку-ку. Это я. Привет. Слушай, ну что, собрала Ивана? Смотри, что я придумала. Сначала у нас картинг, потом кафе. Кир, че мы в дверях стоим? Можно пройти? Ты чего? Что случилось? Мне звонил Николай и рассказал про вас с неволиным. Но ведь это же не правда? Это правда? Кира, прости. Все произошло так быстро. Что произошло так быстро? Ты слишком быстро спуталась с моим бывшим мужем? Или ты слишком быстро привыкла к измене своего и нашла себе другого? Кира. Что Кира? В Москве одиннадцать миллионов человек. Тебе нужен был мой бывший муж? Кира, да все не так. А как? А как? Ты всегда была ко мне снисходительной, но я живу своей жизнью. Я тебя об этом просила. Кира, неправда. Я тебя всегда поддерживала. Да ты поддерживала меня. Ты давала мне денег, когда мне это было необходимо. Это была твоя поддержка? Ты никогда в меня не верила. Я твоя подружка, такая сумбурная, такая необъяснимая, такая сумасшедшая. Кира, за что? За что? Это я должна тебя спросить, за что? За что ты меня так ненавидишь? Или нужен был неволен? Кира, родная, мы с тобой столько лет вместе. Ну, о чем ты говоришь? Иди домой! У тебя нет подруги. Да, Лиз. Привет. Сейчас, прости, секунду, вторая линия. Да, слушай. Николай, одну минуту. У меня человек там на первой линии. Секунду. Да, Лиз. Слушай, да это не к спеху. Живи сколько хочешь. Слушай, я только что с самолета устал, как собака. Давай завтра. Завтра после обеда. Лака. Да, Николай, слушаю. Послушайте, Николай, я обдумал ваше предложение, я ее не оставлю. Я только что с самолета. Давайте по телефону все обсудим. Хорошо. Что вы хотели обсудить? Какие-то проблемы с разводом? Проблема только одна. Разводиться я не собираюсь. Ну, это ваша проблема. Все равно придется. Мы же не в средние века живем, когда церковь запрещала разводы. Ну, а что, давайте поговорим откровенно. Я серьезный человек. Я знаю, чего я хочу. У меня есть к вам деловое предложение. Подождите, дайте мне договорить. Не перебивайте. Возможно, оно покажется вам шокирующим, но если вы подумаете, то поймете, что все не так ужасно, как кажется. Если вы примете мое предложение, у вас появится много новых возможностей. Например, купить себе новый костюм. Новую машину. Современную. Или попутешествовать по загранице. Посмотреть мир. У вас появится много новых впечатлений. Женщин. Кажется, я понимаю, от чего вы. Сколько? Пятьдесят тысяч. Долларов, разумеется. Ну, это как-то несерьезно. Несерьезно. Хорошо, семьдесят пять. Ну, это все. Жадный вы какой-то. Да черт с вами. Сто. Ну, считайте, что вы меня разорили. Ну, согласны? Нет. Проходите, секрет открою. Перед нашей встречей я говорил с Розой. Я ей сделал предложение, и она согласилась. Она не могла согласиться. Она пока еще моя жена. Она моя жена. А свою жену я не продаю. Что, издеваешься над одной мальчиками? Берешь деньги или нет? Ну, пошел-то. Первый, первый. Узывай нарезку. У нас драка. Первый, слышишь? Ну, вот. Теперь его временно изолируют. Потом суды, то-се. Какое-то время будет подальше от Розы. А я пока что-нибудь придумаю. Мне сейчас нужна твоя помощь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Георгий, привет. Здрасте, Роза Витальевна. У вашего мужа проблема. Что случилось? У Николая Сергеевича приступ. Возможно, открылась язва. Он в больнице? В том-то и дело, что он не хочет в больницу. Он хочет видеть вас. Говорит, он умрет, если вы не приедете. Гош, я не могу. Нет, ну я правда не могу. Он умрет. Вы же его знаете, он упрямый. Ну, хорошо, ладно. Я сейчас соберусь. Что с вами, Роза Витальевна? Роза Витальевна, что с вами? Живот. Тихо, тихо. Давай я тебя в больницу отвезу. Муж, найди, пожалуйста, Костю. Хорошо, хорошо. Коля, что с ребенком? С ним все хорошо. Как-то это несправедливо, правда? Мы столько раз пытались с тобой зачать ребенка, а ты от другого. Это бесполезно. Я с ним говорил, он решил вернуться к бывшей невесте. Это неправда. Правда. Я говорил с ним. Он просил не звонить ему, чтобы не беспокоить девушку. Это будет только наш ребенок. Только наш. Я буду очень хорошим отцом. Коля, я не люблю тебя больше. Родная моя, пройдет совсем немного времени и ты все забудешь. Ну, вот сейчас поедем домой, теперь все будет хорошо. Вон такси. Такси? Где Гоша? Не знаю, кто-то пропал. Костя. 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 Не надо, Николай Сергеевич. Ты что меня остановишь? Надо будет, остановлю. А лучше сами их отпустите. Разве не видите? Так надо. У нас ребенок будет. Я знаю. Ты рад? Или ты не рад? Ну, кто тебе сказал это чушь? Ну, конечно, не рад. Ты говорил, что ты не хочешь иметь детей, что тебе и вам надо сдать, что ли? Что я должен был сказать? Что ты мне вот такая не нужна? Гоша. Спасибо тебе. Да не за что. Спасибо. Это ты осторожно, значит, тяжелый. Разве? А я не заметил. А вы спортсмен, да? Ага. В прошлом. Кира. Кира, как я рада тебя видеть. Роза. Роза, ты прости меня, ладно? Я… Я такая дура. Вместо того, чтобы подруге счастья пожелать. Да ладно. Не переживай. Пойдем. Кира, ну ты досмотри его до конца, а потом спорь. Последний фильм «Путь» Вуди Алина – шедевр. Гиреев, ты не прав. Я с тобой не соглашусь. Скажи, пожалуйста. Во-первых, в нашей стране его юмора не понимают, а во-вторых… Скажи, пожалуйста, а вы дома тоже вот только о кино спорите? Да хватит вам спорить. Кино – это искусство индивидуальное. И для каждого оно свое. Да? Тогда давайте выпьем. Ваня недалеко. Всего доброго. Спасибо. Хорошо, спасибо. Если вы влюбились в женщину, по-настоящему, вам не важно, какой у нее социальный статус, доход, возраст. Ведь любят не за деньги, не за квартиру, не за возможность карьерного роста. Любят женщину. Ну а иначе это не любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...